Доброе утро, мои хорошие. 8.34 в Благовещенске. Сегодня у нас в гостях человек, мы, можно сказать, самый мягкий человек, потому что у него самые нежные руки, можно так сказать, самые чувствительные пальцы. Андрей Симаенко сегодня у нас в студии. Добрый день. Андрей, Андрей, мануальный терапевт и остеопат. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, сразу первый вопрос. Вот утро начинается, человек, профессионально занимающий остеопатией, мануальной терапией, он себя как-то тоже приводит в порядок? Проснулся, пощупал себя так. Все на месте? Все на месте. Так или не так? Ну, если гимнастика, то да, обязательно. То есть, гимнастика присутствует, да? Да. То есть, выражение вот этого «сапожник без сапог» к врачам ни в коем случае не относится. То есть, всегда чувствуешь, что если вдруг что-то не то, обращаешься к себе самому или к специалистам, да? Ну, как бы, вот так сказать. А вот так сразу такой встречный вопрос. Ну, как вот психологи, да, которые друг с другом говорят, ну, тебя какая-то проблема интересует, давай поговорим. Вы обращаетесь когда-то к своим коллегам, когда вдруг не можете достать, я не знаю, там, или на там заклинило, надо помочь? Ну, конечно, обязательно. И коллеги к вам тоже обращаются? Да. Так, не бывает людей не застрахованных. Мы же каждый день ходим, какие-то травмы получаем. Где-то что-то… Никто не застрахован, может что-то заболеть. То есть, взаимовыручка присутствует, это хорошо. Но теперь самое главное, да, то есть, когда человек заболел, какие показания нужны для того, чтобы обращаться к мануальным терапевтам? Нужно ли до этого обратиться к терапевту для того, чтобы вас перенаправил куда-то, перенаправил к вам? Или можно напрямую лично сразу идти? Ну, если что-то беспокоит, болит, я ведь как бы врач, можно, в принципе, как бы напрямую ко мне обращаться. Не обязательно к терапевту или к неврологу. Если где-то что-то болит, это же снижает качество жизни, это доставляет массу дискомфорта, это что-то беспокоит, поэтому как бы надо это лечить. Хорошо. А есть какая-то, вот мы уже говорили, наверное, об этом, волшебная кнопка? Вот пришёл коммунальный терапевт, он у тебя один раз нажал, всё, и ты сразу бодрый, счастливый, довольный, бегаешь? Есть упражнения для самокоррекции, допустим, где-то, если что-то беспокоит, например, шейный, грудной, поясничный, если где-то возникать какие-то проблемки, можно делать гимнастики, которые будут расслаблять эти мышцы, разгружать. Если уж скажем, что если есть какая-то конкретная жёсткая проблема, её совсем невозможно брать к гимнастике, но её можно разгрузить, и человек будет себя гораздо комфортнее и лучше чувствовать. А в итоге, получается, всё равно серия каких-то упражнений идёт? Я имею в виду, что один, второй, третий, сколько обычно длится количество сеансов, которые нужно пройти человеку при той или иной болезни? Ну, как бы всё, ну, в среднем 4-6, как бы всё вариабельно, видите, бывают разные проблемы. Если, например, проблема запущенная, когда идёт мышечный гипертонус, когда как бы всё действительно у человека уже это давно, оно всё это наболело, он уже ходит, уже это не месяца, не два, у него всё это беспокоит. Как бы вот так вот, бывают люди приходят к них, и два-три года это беспокоит. Это, естественно, как бы гораздо долго приходит. Дольше приходится лечить. А, всё-таки, мануальный терапевт лучше, чем психиатры, потому что к психиатрам ходишь целый год, а по собственному опыту... Мануальный терапевт, у него 6 посещений, и ты здоров. Что всё-таки мануальный терапевт должен быть и психологом. Вот приходит к вам, я так понимаю, человек, и вы, исходя из того, вот чем он занимается, какая у него профессия, чем он зарабатывает деньги, сразу можете примерно определить, где у него область, собственно, риска, где что болит. Примерно так это происходит? Ну, и это так же. Человек заходит в кабинет, вот это тоже видно, допустим, как он, скажем... Как он сел, как он двигается. Так вот, где же тот, как бы сразу понимаешь. То есть, если он программист какой-то, значит, он с такой вот шею сидит всё время за компьютером. А если это водитель, значит, скорее всего, что там... Поясничка. Поясница, да, то есть, заходит человек, говорит... А есть самые рискованные профессии, которые подвержены нагрузке на позвоночник, проще грузчики, например, или другие... Да, грузчики, это вот... Изгруппорители, да? Это вот реально вот... И люди, у которых очень много травм на работе, вот это вот уже сразу... Однозначно высокая группа риска. Потому что, как бы, ну, всё вот это вот. Если человек постоянно падает, постоянно получает какие-то травмы, это однозначно не может не сказаться на позвоночнике. А спортсмены? Вот тут вот, да, я вот почему хотел спросить, потому что вроде бы спорт, говорят, занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье. А много ли среди спортсменов тех, кто к вам обращается, потому что так или иначе перенапрягся или не так позанимался, не туда? Да, бывает, как бы, тоже, вот не сказать, что прям сплошь одни спортсмены, но, как бы, довольно часто бывает такая ситуация. Например, где-нибудь в каком-то спарринге получил там ногой, например, где-нибудь по шее, после этого рука перестала хуже работать. Или, например, где-то в каком-нибудь спарринге взял головой, например, неаккуратно, произошёл вот, ну, как бы, вот не так давно это всё было, где-то какой-то хруст, точно так же, вот так вот где-то и появились боли. Вот, как бы, люди вот после таких вещей приходят, где-то потому что они, может быть, рассчитывают на что-то, вот, как бы, ну, не всегда получается так, как хочешь. Андрей, получается, а вот обращаются как-то индивидуально или, может, кто-то покупает абонемент? Ну, я говорю, каждый месяц прихожу, там, каждый месяц делаете вправку, там, ещё прочее. Как-то спастменов просто подумал, что у них постоянно травма. Так, как бы, нет, так вот, в принципе, пришёл, пролечился и ушёл, как бы, так вот прям, чтобы каждый месяц в этом, не думаю, что есть необходимость. Нет, я просто к тому, что, то есть, вы сделали человеку хорошо, то есть, восстановили его какие-то функции организма, которые он очень попросил сделать в данный момент, или вы определили, как специалист. Как-то есть, ну, не знаю, профилактика или даёте домашнее задание на дом? Да, гимнастика, она проблемная группа мышц. Потому что, так или иначе, однозначно, где-то есть какая-то проблемка, которую нужно всё-таки укреплять, скажем, даже если она сильно не беспокоит, эту проблемку нужно укреплять, нужно вот прорабатывать, что если человек действительно выполняет этот комплекс упражнений, и ему, как бы, это становится на очень длительный срок, он получает вот так вот, как бы, вот так вот хорошо себя чувствует. Я вот, у меня есть немножко, информация такая, она немножко сейчас собьёт тему разговора, но потом мы к ней вернёмся. Каждую секунду в землю ударяет 100 молний. И учёные из Мичиганского университета посчитали, что мужчин в 6 раз, даже, да, в 6 раз чаще поражают молнии, чем женщин. Так вот, у меня к чему вопрос? Шёл-шёл мужчина, бах, в него молния, он очнулся, а я теперь тоже мануальный терапевт, я теперь остеопат, я тоже могу. Вот нужно ли какие-то дипломы иметь, лицензии, чтобы всё-таки врачевать? Или человек решил себя объявить, я вот чувствую, и как? Обязательно, обязательно нужно, чтобы человек и был врачом, как бы, вот такой, то есть, вот, образование у нас в нашей медицинской академии, потом первичная специализация травматологии и ортопедии, первичная специализация мануальная терапия и остеопатическая школа. Вот, как бы, это, то есть, довольно... Сложная, длительная, то есть, надо иметь всё-таки базовое образование, быть нормальным врачом. А уже на вот это образование уже можно нанизывать, как говорится, все остальные техники, да, какие-то мануальные, да? Да, 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 да. Как бы, вот это обязательно человек, который этим занимается, должен очень хорошо знать анатомию человека, должен прекрасно, помимо этого, должен был дать хорошую пальпатронную чувствительность, то есть, где-то вот такие какие-то вещи, он должен всё это определить, почувствовать. Если есть проблемка, он её должен найти. Были ли такие люди, которые приходили к вам, вот от таких вот горе-врачевателей, как говорится, которые не лечат, а калечат, потому что приходилось их заново перелечивать? Ну, к сожалению, как бы, да, бывало. Вот, как бы, это вот есть люди, у которых нет медицинского образования, которые абсолютно, как бы, вот, в этих ситуациях некомпетентны, вот, к таким лучше не обращаться. Шёл, 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 споткнулся, очнулся, гипс. Вот есть такие приспособления, которые позволяют вам не скользить. Специально приобрёл, на ботинок одеваешь, ну, естественно, так же легко и снимаешь. Хопа, и не скользишь. Мы сегодня разговариваем с Андреем Симоненко, врачом, мануальным терапевтом, остеопатом, который может рассказать, а вот есть ли взаимосвязь между тем, что я подвернул ногу, и тем, что у меня потом заболела голова? Да, как бы, это вполне возможно. Ну, как бы, потому что если мы получаем какие-то травмы, скажем, если подвернуть ногу, где-то всегда у нас опора на ногу уже будет не такая, скажем, нормальная, которая должна быть. То есть, если у нас болит, скажем, где-нибудь с внутренней стороны, например, голеностопного сустава, где дельтовидная связочка, мы будем её стараться всегда ощутить. Будем стараться ножку, как бы, вот так вот… Подгибать. Подгибать, да, вот в том отношении, чтобы как можно меньше дельтовидную связку напрягать. Если такая же ситуация будет возникать постоянно, то у нас гипертонус мышц, который прикрепляется, вот который отвечает за вот эту ситуацию, будет всегда иметься. Если там будет, например, напрягаться, скажем, на голеностопном суставе, здесь у нас также будет за счёт мышц вот это потихонечку всё равно приводить к тому, что будет происходить поворот подвздошной косточки вперёд. Вот так. И произойдёт блок в крестово-подвздошном сочленении. Если произошла эта ситуация, как бы обязательно произойдёт функциональный блок в пятом поясничном позвонке. То есть, если где-то там будет неправильно располагаться крестец, там всегда будет возникать такая зона, где будет не совсем стабильно и обязательно так или иначе он соскачет. Позвоночник у нас состоит из 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных позвонков. Как бы вот такое, чтобы объяснить эту ситуацию, да? Между каждыми позвонками есть у каждого, кроме первого-вторых шейных, контакт с двумя межпозвоночными дисками и четырьмя суставными отростками, скажем. Два верхних и два нижних. Благодаря чему исчезает движение в позвоночнике. Каждый позвонок может делать сгибание, разгибание, боковые, наклубные, ротационные движения. Все эти движения, они вкупе составляют, скажем, вот так вот, большой объем движений в позвоночнике, ну и, естественно, в самих позвонках. И, естественно, если здесь будет ненормальное отношение вот этих вот ситуаций, то здесь может позвонок, например, совершить сгибание боковой наклубной ротации, может заклинить его здесь, вот в этом межпозвоночном суставчике, где есть мениск. Он может не совсем ровенько стать. Если эта ситуация возникла, как бы, да, отсюда могут возникать, естественно, дальнейшие проблемы. Как компенсация вот этих вещей будет натягиваться, скажем, твердая мозговая оболочка. И, то есть, вот здесь может произойти, в том числе, и подвиг первого шейного позвонка. То есть, будет ухудшаться венозный отток, и будет повышаться внутричерепное давление, и будут возникать различные, могут, головные боли. Вот есть такой механизм. То есть, я просто как сказку прослушал сейчас, Андрей всё рассказал. Всё постепенно, поэтапно, и всё совершенно стало понятно. Насколько взаимосвязано всё в нашем организме, да? Хорошо. А есть какие-то техники, которые мы можем применить прямо сейчас, далеко не уходя? Может быть, что-то связанное. В основном, как у людей, сейчас все эти гаджеты, компьютерные отношения. Постоянно сидят люди за компьютером, постоянно шея у многих болит. Может быть, что-нибудь сделаем в шее? Ну, банально можно вот такие вот, скажем, гимнастики, которые будут разгружать все мышцы, которые прикрепляются, то есть, упражнения по самокоррекции. То есть, можно взять в среднефизиологическом положении шеи, привести вот так вот, повернуть голову, барьер. Я больше не могу голову повернуть налево. Поставить руку с правой стороны, сделать вдох, посмотреть глазами на руку и подавить головой на правую. А, то есть, мы головой даем на руку, да? И смотрим на руку. 7 секунд, выдох, глаза в другую сторону, доводим голову до следующего барьера. И опять так же, да? Три раза в одну, три раза. Чуть-чуть болит, что-то. Три раза в одну. Чуть-чуть болит. Я так и остался сидеть. И дальше передачу буду вести примерно вот так. Но зато разговаривать удобно с Андреем вот так. Очень плавно это надо силу. То есть, очень небольшая. В среднефизиологическом положении, в положении изгибания. Согнуть голову в 45 градусов. А, и вот так вот, да? Вот, скажем, да. Точно так же можно поставить руку. Вдох. И подавить. Посмотрели на руку, подавили. Вот это хорошо. В голову в другой стороне. А вот если я вот так вот зафиксируюсь, то я уже дальше буду просто спать на программе при себе. Утро. В следующей технике, мне надо быть немножко посторожнее, лучше, конечно, чтобы мастер обязательно показал. Самое важное, конечно, люди взрослые, смотрят на себя со стороны. И тут немножечко поболит, ничего страшного, обождётся, переждётся, само рассосётся. Но вот когда дело доходит до детей, вот тут немножечко маленькая осечка. Каждый родитель всё-таки хочет, чтобы его ребёнок был абсолютно здоровым. Вам приходится ими дело, действительно, с детьми? Да, конечно. То есть, постоянно. Что, с чем часто обращаются? Потому что я знаю, что с осанкой, вот это постоянно с чем борются родители, пытаются, чтобы она ровная, ровная, ровная была. Ну, потому что заметно всегда, если где-то есть проблема с осанкой, всегда видно, допустим, асимметрия лопаток, разная высота плеч, допустим, где-то любой признак асимметрии, вот эти лета всегда все родители находят. Это вот как бы считают проблемой, я не прав, в принципе, вот с этой проблемой всегда занимаются, приходят лечиться. То есть, как бы, бывают у детей довольно часто, помимо нарушения осанки, такие вещи, как подвывихи первошейного позвонка, вот, подвывихи они приводят к тому, что ухудшаются. Так же говорил уже, как я сегодня, венозный отток. И вот эти вот все проблемы, как бы, они могут приводить даже к тому, что резко начинает довольно часто снижаться зрение, где-то возникают какие-то головные боли. Когда дети идут, скажем, вот, в 7 лет в школу, у них повышаются резко нагрузки, даже если подвывих он имел место и не был диагностирован в младенчестве, ну, не обязательно так, что прям родовая травма бывает, он и позже может получить. И тогда, вот, когда начинаются какие-то нагрузки, вот, у ребенка начинает плохо соображать голова, он плохо понимает, у него концентрация внимания снижается. Ну, для родителей самое важное, да, то есть, как бы, определить, да, то есть, как бы, вот, ребеночек сидит неровно, да, то есть, уже, как бы, неестественно, да, то есть, уже нужно срочно обращаться к врачу. Ну, то есть, во всяком случае, для того, чтобы посмотрели, да, то есть, как бы выукрировали, да, снижается зрение, тоже нужно, да, то есть, головные боли какие-то происходят, да, то есть, это тоже, значит, что-то с позвоночником неправильно. Ну, не всегда с позвоночником, но, как бы, вот, 90%. Хорошо, время, увы, у нас не бесконечное, мы говорим об этом очень-очень много. Андрей, скажите, а где вас найти? Персонально вас очень вы нам понравились. Да. Как к вам пойти? Горького 9, это перекрёсток Горького-Партизанское. Там здание Улыбка. Это здание второй этаж, налево третий кабинет. То есть вы там находитесь, располагаетесь? К вам можно обращаться. А нужно ли ждать всё-таки, чтобы что-то, чтобы какие-то симптомы появились? Или можно в качестве профилактики просто раз в год приходить к вам, потому что вы посмотрите, сделаете осмотр, глянете, а сами обозначите, где проблемные места. И вот есть ли смысл приходить ради профилактики к вам? Ну, конечно, можно, в принципе, да, если что-то где-то как бы, ну, как бы, никто так не приходит. Ради профилактики не приходит. То есть, обычно, когда уже начинается шаг. Если уже какие-то есть постоянные клиенты, они вот иногда и заходят, конечно, но не так прям, что часто. Ну, понятно. Если вдруг что-то болит, обязательно обращайтесь к врачу, и будет у вас тогда всё хорошо и со здоровьем, и с иммунитетом, и голова, чтобы ни в коем случае не болела, и ручки не дрожали. Хотя это немножечко другое симптом. Сегодня у нас в гостях был мануальный терапевт, остеопат Андрей Симоненко. Большое спасибо, Андрей. Очень много полезного рассказали.